Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Псалом 135, 6 стих. Утвердил землю на водах, ибо вовек милость Его. Здесь 26 стихов, и все они на третьей ступени. Ступень прославления Бога, ибо вовек милость Его. Поэтому, Господь говорит о слепоте людей, что глядя и не видят, и слыша не слыша. Псалтырь считается везде, по покойникам. 150 псалмов, и даже 151, там говорится о Давиде, ни одной строчки нет к покойным. Но и покойный вообще, он не слышит ничего. Прах ты и прах возвратишься. В жизни никогда не слышал человек, а над ним считают за деньги. Это наша вера. Ну что написано с детства? Могли бы при жизни-то считать и друг другу задавать вопрос. А ты как думаешь? Почему Давид так написал? Я ничего не толкую. Слушайте внимательно. Мы каждый день видим это чудо и проходим мимо. Еще раз. Утвердил землю на водах, ибо вовек милость Его. По милости сделал землю на водах. У нас вода на земле, а у Бога земля на водах. Как это может быть? Если река образована, когда-то была, и русло ее было 5 метров, 5 метров остается. Берега она может брать, а здесь нет. Во всех народах разное мнение. Ну что, вода везде, копай колодец, и вдруг вода. А как же она не размочила эту глину-то? Ты проверь, так возьми в бочку. Налей воды внизу, а сверху насыпь. И что дальше будет? Ну попробуй оттуда чистую воду взять. А ведь берем-то воду чистую. Вот надо задуматься. И как рисует, что на слонах земля стоит, и далее на трех огромных черепахах. Ну каждая черепаха там 5000 метров, километров допустим. Но все равно на водах. Но на чем она стоит? Вот если туда камни насыпешь, камни все провалятся через воду. Здесь нету горы, стоят, а под ними вода. И где бы ни копали, где бы ни смотрели. Во всем мире одинаково. Это огромная загадка, тайна. Почему? Бог сделал. Вот мы говорим, земля, земной шар, она летит со скоростью пули, космоси, 8 километров за одну секунду. Ну нарисуй шарик, ты все равно где-то вверху, внизу там. Нет, все одинаково наверху. И воды, если кверху, никуда не проливаются. Мы в великом чуде живем, наполни сердце, ибо вовек милость его. Он не просто Бог сделал, а вовеки так будет, неизменно. Слово, это слово, земля, встречается во всей Библии 2094 раза. А почему? Сам по себе человек, а такому в грязи. Из земли ты из праха взял, ты в прах возвратишься. Проходит время, раскапывает кладбище, тут было что-то, ничего нету, все сгнило. Берут на анализы, какая земля такая-то, сколько там железа, сколько цинка. А ты человек из чего состоит? И человек жил, не разваливался, увлекается красотой, а все только на костяке. Костяк-то убери, удивляемся-то мы только тому, что червям корм. Глаза, кожа, мясо. Вот вдумаешься когда в это, ибо вовек милость его. И человек ходит, не рассыпается, и любит-то не костяк, он у всех-то почти одинаковый, а то, что Господь натянул как на мясо кожу. И человек душу отдает за это. Ой, я встретил такого красавца, вот такой силач. И во всем милость Божия. Человек, сейчас искусственный интеллект, из-за всех берут, он может отмечать. Это только у тех, у которых ума нет. Искусственно не может быть, они взяли от разных людей и соединили вместе. Только в одной псалтыре слово «земля» встречается 190 раз. Человек мертвый, ему говорят о земле 190 раз за псалтырь. Да еще 40 уст, это 40 раз там считают. Да умножь еще на 40, он не понимает, и при жизни не понимал. Кого мы обманываем? Прямо сказать. Ты думал о жизни? А как ты о жизни думал? Вот человек маленький убегает, твой ангелочек. Это обман. Душа по природе, Тартулян говорит, по природе христианка. Какая? Маленького ребенка, она язычница. Они вот маленькие, уже дерутся между собою. Отнимают друг у друга. Это язычница. Ее теперь твоя задача, отец, дед, наставить на истинный путь, показать Христа. На чем основана земля? На чем основан человек? На слове Божьем. На благодати Духа Святого. В Новом Завете встречается слово «земля» 231 раз. И никак не задумывается. Ну, один-два раз прочитаю Новый Завет. Ты земля из земли, ты взял землю, пойтишь и... Считаем. Матфея 5.5. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Кроткие. Да кто кроткие наследует землю? То не отнимут эту землю. Израиль, когда входил в обитованную страну, и приходили, говорят, а люди там живут до того без спеча, ни охранников, ничего нету, мечи и с ножен всех поугивали, наша земля. Ну, мы говорим, это Божий промысел. Но это-то сегодня продолжается такая же. Большая армия, армада танков. А чему? Много узких земли надо отнять. Ведь вот мы говорим, Канада. А сколько в этой Канаде принадлежала Аляска? Это российская была. Дальше. Посмотрите, где порт Артур в Китае. Российская. Финляндия. Российская. Это одна из областей была. Польша. Российская. Ну, конца края никакого нет. Но нахватали там Чечня, другая. Теперь все развалилось. И везде надо было умирать. А нужна ли она была, эта земля? Главное назначение земли, здесь написано, милость его постоянная. Прославлять Бога. Вот сколько человек работает на земле. Что ты про это дело узнал? Ну, дома-то рассыпь где-то зерно. Так оно и будет лежать. Вот в землю положил. Посмотри, что у тебя на огороде есть. Совершенно разные зернышки. А что такое? Другой раз и не знает, что. А когда начинает подниматься, то сладкий арбуз, то горький перец, то еще что-то. И это все в маленькой фигурке такой. В семечке. А семечка отвода земля. Земля и вода. Воды нету, ничего не будет. Мы когда начинали строиться по теряям, из Канады узнали. А вода у вас есть, есть. Все проблемы сняты. Вода главная. Если воды нету, человек-то состоит из воды весь. Так, считаем Матфея 13, тут же 5 главе, 13 стихи 18. Вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Мы не просто земля. Для всех народов являемся солью. Ты помнил это человек? Утром ты встаешь где-то, а он меня обругал, и я его обругал. Нет. Ты осоли это место, а там у него есть гниение. Гниение за рта было. Просоли его. Скажи за всякое праздное слово. Отвечать придется. Даже никакое гнилое слово не сходит из уст. Придумали, какие скверные слова, и все на мать. Я долго думал, почему не у немцев, нигде ругательства этого нет. Вот стоит где-то со Средней Азии, разговаривать не может, а по-матушке заложит. Я думаю, ошибки не скажу. Почему? Я нашел, что русская мать самая виновная, кого она породила, какое чудовище. Что он взял на себя? Похоронить не могут его. 18 стих. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Не придет, а не предет, не исчезнет. Его не перевели, это слово. Земля и небо исчезнут. Но ни одна буковка из Библии не потеряется. А то перевели его неправильно, нам исламисты говорят. Правильно, никогда не допускайте такой мысли. Мне приходилось считать разные переводы. Касьяна, епископа. Лучше синодального перевода нет. Я его сравнивал с немецким, с английским. Лучше нет. Великий, могучий русский язык опустился здесь. Дальше. 6 глава 10 стих. Увидим, как слово «земля» начинает нас от земли к небу поднимать. Да придет царствие твое, да будет воля твоя и на земле, как на небе. Ну, мы же молимся это. На земле мы волю Божию просим, а какая до конца не знаем. А мы молились, получили обетование, мы получили допуск к вере. Верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную. И об этом говорит Господь нам постоянно при слове 19 стих. «Земля». Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Вот, пожалуйста. Моль. Даже от моли не можем избавиться. Какие вещи она перепортила. Ржавчина. Мне приходилось работать на ремонте подводных лодок. Нигде так краску не берегут. Приходишь, одежда другая. Даже одной капли краски, чтобы не перенесли. Особая краска. Она не смывается. И одновременно волны задерживают. Как обнаруживают лодка, где есть. И что? Через это проходят, находят. 13 глава. 5-8 стих. Научимся мыслить категориями Священного Писания. Мы слово «Земля» встречаем, видим, говорим. Надо вникнуть в них. Это последняя ступень. Ибо велика милость Божия. Иноя упала на места каменистые, где немного было земли. И скоро взошло, потому что земля была не глубока. Когда же зашло солнце, увяло. И как не имело корня, засохло. Иноя упала в тернии. И выросла терния, и заглушила его. Иноя упала на добрую землю, и принесла плод. Одно во сто крат, а другое в шестьдесят. Иноя же в тридцать. О сердце человеческом. Человек из земли, и прище сравнивается с землей. Там засохло, не полито. А чем поливается? Слезами. Ну я что? Женщина какая. Апостол Павел говорит. Я три с половиной года учил вас день и ночь со слезами. Надо выпросить этот дар. По-человечески не ходит. Идеяние. 7.49. Я хочу приоткрыть завесу на слово «земля», которое переполняет священное писание. «Небо, престол мой, и земля подножия ног моих. Какой дом созиждите мне, говорит Господь, или какое место для покоя моего?» Храм построили, все теперь будет. Ну храм-то для нас, а не погода скрывается. Это надо просто... Храм Божий, для Бога. Господь говорит мне, какой вы храм построите? По повелению, по чертежам строили. И Господь говорит, камня на камне не останется. Так и было. Иакова 5.7. Повторяю, только самую кромку задеваю, чтобы, обращаясь на этой земле, мы увидели, как велик наш Господь Иегова, в которого мы уверовали. Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли, и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. Ну, земледелец так. Господь от нас чего-то ждет. Человек, бывает, в верующей семье родился, ходил в церковь. Я говорю, а почему я уже две недели нету? Заявил, что я неверующий. А теперь, а теперь, женится на ком? За кого замуж выходит? Если идет за неверующая, а вещка за волка никогда не пойдет, рожки до ножки останутся. Как блаженные родители, дети которых верующие, и верующих они берут. Если Господь благословит, мы будем свидетели на днях об этой милости Божией. Иакова. Здесь же 10 стих. Это десятка? Да, 10. В пример злострадания и долготерпения возьмите, братья мои, пророков, которые говорили именем Господнем. Да. И 3.13. Впрочем, мы по обетованию Его ожидаем нового неба и новой земли, на которой обитает правда. Она обитает, а на земле она не обитает. Подкупленные судьи, вот сейчас там что делается, в Думе везде разгром полный. Только за короткое время, этот человек Андрей звать, 11 триллионов обнаружили сворованных. Мы эти цифры не знаем, миллиарды, то другое. Что там делается? До драки доходит. Почему? Потому что без Бога. А мы как жили, так и живем. Милостью Божьей. 1 Коринфянам 10.26. Ибо Господня земля, и что наполняет ее? Какая сила? Мы приезжали сюда, когда еще не начинали строить потеряевку. Если вы его знаете. И он говорит, ну вы приезжайте, земля-то вам не принадлежит. А уже ночь, мы сидим у костра, дети вот здесь. Я говорю, земля Господня, и что наполняет его? Как? Ну ладно, я поехал домой. Вот какая сила, мы уже привыкли к этому. Господня земля. Она в расти, доверяет Господь. Проходит время, и другие будут хозяева. 15.47. Первый человек из земли, перстный. Второй человек, Господь с неба. Значит, по образу какого мы живем? По образу земного, учимся земному. Малую кромку задеваем. А по образу небесного, должны быть и разумом небесным. Мы говорим только о земле, а о воде еще отдельно скажем. Земля, пившая многократно, сходящий на нее дождь и произращающий злак, полезный тем, для которых и возделывается, получает благословение от Бога. Мы же видим как, а если садил, ничего нет, пропало, засохло. Я гляжу вот здесь, которая, даже не знаю, как это, аппаратуру назвать, стрижет. Около домов, широким кругом. Ну, спарыш, мурава, конотопка, три названия в этой траве, она растет кверху-то. Столько, ну, все это рубят, рубят, и вот она желтая лежит. И при том, все, я гляжу вокруг храма, такую, ну, везде по деревне ее, что это, что за болезнь такая? Вам зелень нужна или глаза она нам портит? Не забывайте, я молюсь каждую ночь о вас, чтобы полюбили эту маленькую травку, которая напоминает нам, что мы должны быть благословенны у Бога. Это красота Его. Откровение 7.1 И после всего видел я четырех ангелов, стоящих на четырех углах земли, держащих четыре ветра земли, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево. Ну, вот как могут синоптики определить, когда ангелы стоят, которые не признают? Где оно? В Алладии, то есть в Греции, рисовали это, и ветры, какие-то там у них названия были, в мешках у них были, открывали, ну, теперь пошло. Все, летит, падает, срывает крыши, и откровение, в откровение встречается 63 раза слово «земля». Чем заканчивается история? Господь учит нас этому. Немного посмотрим о воде. Матфея 10.42 Чтобы научились мы мыслить категориями Священного Писания. Вот когда Бог это открывает, тебе ничего не надо уже, все получил здесь, а то, что Бог тебе открыл. А почему ты все время улыбаешься? Вот есть такое даже показывает. Потому что я свободен, я не пошел за ними. И кто напоит одного из малых сих только чашу холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды свои. Когда мы ходим молиться под мост, и проходим мимо памятные плиты бывший мэр города Баварин Владимир Николаевич, и мы молимся. Это политик. Вера написана его православной. Это редко слышу в Википедии, чтобы о правителях говорили так. И мы молимся. Господи, если даже холодной водой напоит один, и столько обещаешь благ. Он нам столько сделал, помог, чтобы... Одиннадцать лет у меня шел в суд, с места не двигался. И, наконец, все решилось. Теперь снова сатана посягает на это, ну, в силе Божией. Почему-то вот за него такая легкая молитва идет. Я думаю, Господь позволит, мы встретимся. Семнадцать. Пятнадцать. Сказал, Господи, помилуй сына моего. Он в новолунии беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду. Он говорит, какое дело, это вода. Представь, такой ребенок, что сделать? Или тонит уж, чтобы на тебя отмучили все. Нет, спасают, заковывают, цепи разрываются. Евангелие Атиана, 2,7. О воде говорит. Дьявол тащит воду, свиньи бросились в воду. Значит, воды он не боится, а гиены боится. Евангелие Атиана, 2,7. Иисус говорит им, наполните сосуды водою, и наполнили их доверха. Ну, знаем, это чудо, первое чудо. Поэтому предыдущие чудеса, которых описывается в разных Евангелиях, которых у нас нету, это выдумка. 3,5. Иисус отвечал, истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Буквально это как к крещению относится. Дьявол не боится воды, а священники боятся. Мокрая ладошка задел голову крещу. Крещение означает погружение. Другого толкования нет. Боятся как огня. Если ладошка мокрая задел голову, теперь нет священника не будет. А он уже крещен. Он не был погружен. По милости Божьей, нынче у нас было поменьше людей. Зато те, которые это приняли, в разных местах нашли священников, которые стали крестить. Даже вот из Казани брат приезжал, Вячеслав, и говорит, за год у нас крестили священник, который 10 человек. Почти сколько у нас здесь. Так это в разных местах, и в других даже государствах. Бог открыл это. 5-4. Я на 5-4. А 4-14. 4-14. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную. 3-37. Об этом говорит. Кто жаждет, иди ко мне и пей. Речь идет не о воде, а о Слове Божьем. Находите время ежедневно, чтобы Библия открывалась и считалась. Сколько возможностей есть. И каждый раз будете находить все новое и новое. Я просто открываю эти места, напоминая о воде и о земле. 5-4. Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду. И кто первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какую бы ни был одержим болезнью. Интересно. В жертву приносит животных, там были купальни, а вещи прогоняли, ну и чистили их. Дальше влияние 1-5. Ангел не боится воды. Но его никто не видел. Представь, человек лежит. В год раз. Ну, а то... Ну, да-то побуждает отойти. Только ушел, приходит, говорит, только сейчас вода возмутилась. И один уже кричит, аллилуйя, пошел домой. Ну, я-то лежал, самый с кромки лежал. Эх, мог же я эту минуту-то побыть здесь. Вот так у нас рядом, мимо. Ну, учите, чтобы Господь, коснувшись нашего сердца, позволил выполнить все его святые заповеди, а они не тяжкие. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней будете, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым. Ну, вот спрашивают, как понять, крещен или не крещен? Советую, зарядите. Крещение Духом Святым, отец Геннадий Фаст. Вот мне 27 сентября 1962 году, 17.00. Господь дал рождение свыше и одновременно крещение Духом. Человек полностью меняется. И ты сам на себя смотришь, и он тебе этот человек, который чужой, исполняется то, что написано у пророка Иеремии. Я усилился молчать, но внутри был, в костях моих, как огонь разлитый. Если этого не было, проси Бог, силен дать это. А по привычке так, выходим, ну, побыли, наступает пост, знаем, причаститься надо. Жажда должна быть. Если нигде ты не сказал, не написал, никому не возвестил, не все в порядке. Дух Святой, который сейчас погружается, Духом Святым, полностью благодать и Духа Святого. И Бог это открывает. Я делюсь с тобой маленьким опытом. Маленький, потому что в сравнении с тем, что было у святых, вот, насуетишься за день-то, и уже просыпаешься, первый час, до того неохота вставать, но думают, ты же обещал, да не обещал, делай, выйти на улицу. Начинаем с брата земледельца. Каждую ночь, под звездным небом, идем, это Господь делает, знаете, ваше поле, где мы обходим, куда идем мы туда, купаться или что-то, все останавливаются, шапки домой, и начинаем молиться. А Бог может не даст урожай, не знаю. Мы показываем любовь, потому что труд этот, безгрешен, труд для многих, который кормит тысячи людей, то, что у него есть. А его на каждом шагу обманывают, государство, это расценки, другая техника. Я все время это выставляю, чтобы нашелся человек, который помог. 8.38. И приказал остановить колесницу, и сошли оба в воду, Филипп и Евг, и крестил его. Ну вот видите, зачем он сходить-то? А рисует крещение, у нас иконы здесь, посмотрите, Ян Креститель, черепушка какая-то, и льет на Христа, ну это-то можно было прочитать. У нас Покровский собор, главный, митрополития. Ну и Христос сидит с самарянкой, колодец, и с краника вода течет. Она говорит, колодец глубокий, как ты достанешь? Колодец глубокий. Я на стоять, подошел, сказал, это то, да он сразу же, в ведро краски все опять замазали. В другом месте выходит лазарь, выходит из могилы, руки раскинул, приветствует всех после смерти. Господь говорит, развяжите, он еще не дошел, ну маленько-то, можно прочитать, еще уж, хуже нас, кажется, никто не поступает с Словом Божьим. Евангелие от Иоанна, 7,37. Прочитали, да? Еще раз прочитайте, 37,38. В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей, кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Как потекут проповедь Слова Божия. Нетрудно это принять и увидеть. Кто жаждет, значит, начинается с жажды. Если сегодня я никому не сказал, вот про Яна Милостива говорят, ну, он, епископ, видимо, был, и люди приходили к монастырю, пенсии никакой не давали, и он сидит и плачет. А почему плачешь? Господь меня оставил, сегодня только 300 человек пришло. 300 накормил, а каждый день 3000. Откуда были? Люди давали, сами мы сеяли, вот это говорится о нас. Если нигде ты не протянул руку для помощи, вот мы сейчас очень нуждаемся, чтобы нас там не тронули, там определили старые дома убирать, а большие строить, ну, не знаем, как будет. Нас они не зажибали тронули, мы затребовали, до 16 этого месяца, июля, 24 года, можно было там объяснять, говорить, ну, цепляются, все деньги решают, то есть, помочь в молитве. Я уже об этом говорил. Мы нуждаемся в этом. Ну, и последнее у нас издание книг, готовится все, сдали, типографию, и цена огромная. Невозможно просто. Только предоплата на одну бумагу 3 миллиона 800 тысяч. Конечно, столько, или в два раза больше, когда издадут. Ну, тоже молитва помянуть. Мы не отрицаем никого. Велик наш Господь, еще раз прочти-ка, 135, шестой стих. Утвердил землю на водах, ибо вовек милость его. Ибо вовек милость его. Вовек милость его. Поминай, это, третья ступень славословия. Он не просит, не благодарит вовек милость его. На что не посмотри вокруг, вовек милость его. А что, да тут крапива сколько? Крапива тоже нужна для чего-то. Много витаминов. Как один учитель говорит, это самое лучшее лекарство для непослушных учеников. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Много витаминов.